Мы вас приветствуем, здравствуйте на нашей земле Развилинской, уважаемые гости, рады, что вы нас посетили в очередной раз. У нас уже есть опыт проведения таких мероприятий в 2019 году, когда мы, так скажем, начали свою активную деятельность. Ну, потихонечку, так скажем, растем, наращиваем свои темпы развития, наглядно сейчас продемонстрируем, ну, так, чтобы не распыляться, чтобы всем было видно, в чем преимущества состоят наши кооперативы и вкратце, чего мы там достигли за этот период времени. На текущий момент наш кооператив объединяет 26 членов кооператива. Из них 17 членов, это все сельскохозтоваропроизводители, 16 бланков ГФХ, 6 собственников ГФХ, также 2 юрлица. Это ООО «Агропарк Развильный» – это крупный животноводческий производитель по выращиванию КРС в Печенокопском районе и, я думаю, что в Ростовской области. И один из крупных переработчиков – торговый дом «Экоместпром». Руководители здесь присутствуют. И также, если хотите, они можете им в процессе нашего обсуждения или разговора задать некоторые вопросы. Также мы проедем на площадку «Агропарк Развильный», где вы непосредственно посмотрите на вживую, где мы работаем и как работаем. В целях расширения деятельности… А, забыл еще добавить, что да, еще у нас два ассоциированные члена кооператива в лице ООО «МПК Виктория» и ассоциированный член и также горловый представитель. В целях расширения деятельности в 2019 году… Ну, вообще, кооператив у нас был создан в 2007 году, но в связи с тем, что часто менялись направления его деятельности, с 2018 года кооператив выбрал одно из направлений, это по мясной, вернее, направлении. И в 2019 году нами было подписано соглашение с Министерством сельского хозяйства о предоставлении государственной поддержки в виде гранта в размере 60% от общей стоимости проекта. Общая стоимость проекта составила порядка 88 миллионов, из которых 44 миллиона – это следствия бюджета. Остальные были собственные следствия наших пайщиков, которые вложились в развитие нашего кооператива. На данное следствие было закуплено 11 единиц сельскохозяйственной техники. И основным направлением развития кооператива было выбрано развитие производства комбикормов и грубокормов для обеспечения нужд пайщиков. То есть это на тот период времени было основным направлением, к которому пришлись пайщики в ходе обсуждения данного вопроса. Частично за счет средств гранта нами основное такое приобретение, которое мы купили, это была комбикормовая установка МКЗ-3214. Поставили нам его белорусские коллеги на базе австрийской установки «Троппер». То есть ее производительность до 20 тонн в час производства комбикорма. Ну и соответственно на слайде вы видите какие преимущества и непосредственно мы получаем, исходя из нашей работы с данной техникой. То есть это все основные достоинства. Основное достоинство это соответственно себестоимость продукта, который в конечном итоге получаем для членов нашего кооператива. За три года всего было произведено, в общем более 25 тысяч тонн комбикорма. Это все практически для средств, вернее пошло на нужды пайщиков. Также кооператива оказывает услуги по заготовке грубых и источных кормов. За истекший период у нас было, по нашим подсчетам, произведено около 12 тысяч тонн в виде сена и соломы. Также для нужд пайщиков это примерно около 50 тысяч тонн продукции. То есть соответственно это все приводит к тому, что увеличится неспосредственно ориентабельность у самих пайщиков по выходу готовой продукции в виде откорма КРС и в дальнейшем сдачи его на переработку. Еще одним из направлений кооператива является непосредственно доставка и оказание услуг по транспортировке КРС пайщикам. Ну соответственно на средства гранта в том числе на им было закуплено два тягача, которые в дальнейшем использовали под скотовозы. И этими услугами мы закрываем все вопросы наших пайщиков по доставке КРС. В том числе если для фермера где-то закупают малую партию, мы соответственно делаем так, чтобы привозить скот, формировать общую партию. И потом еще идет распределение и соответственно таким образом уменьшается себестоимость доставки. И нам в принципе хватает для того, чтобы кооператив существовал со своей рентабельностью порядка 10-15%. Это те деньги, которые идут на содержание кооператива и соответственно наших работников. Всего у нас 22 работают человека в кооперативе. Это в основном механизаторы, которые осуществляют непосредственно услуги по подаче кормового стола на фермах, а также чистка, уборка, вывоз, ну и ряд других услуг, которые необходимы пайщикам в ходе их реальной деятельности. Кооператив «Осход» осуществляет деятельность по поддержке пайщиков и в реализации произведенной ими сельхозяйственной продукции. Для этого кооператив закупаются выращенные пайщиками крупно-рогатый скот по цене выше среднерыночной 10-15%. То, что мы можем себе позволить, исходя из конъюнктуры рынка. В связи с этим у «Осхода» есть и наработанные уже связи и контрагенты по реализации продукции, в том числе мяса. «Осход» имеет такие направления, как направление реализации, как Воронеж, Крым, Москва. То есть, соответственно, мясо реализуется и по данным направлениям. За период деятельности проекта всего, но это имеется в виду проект, который осуществляется с поддержкой государства в течение этих трех лет, кооператив старается наращивать свои обороты. Реально, если в 2020 году у нами была произведена реализация около 6 тысяч тонн мясной продукции в 2021 году, то в этом году будем стараться 10-19 тысяч тонн произвести непосредственно по всей реализации мяса на это количество. Всего по проекту за период деятельности нашего кооператива планируется произвести около 35 тысяч тонн мясной продукции, вернее, реализовать. Это, так скажем, вкратце наше направление деятельности. Что хотелось бы еще добавить, что, по сути, на территории Пещенокопского района, в том числе у нас есть и пайщики из Сальского района, и Зиманюковского района, с которыми мы работаем, которые принимают активное участие деятельности кооператива, образовался такой своеобразный кластер мясного направления, который в себя объединил не только сухостоваропроизводителей, но и переработчиков. То есть, таким образом сложилось взаимовыгодное сотрудничество, что, в принципе, и подразумевает закон кооперации. Мне хотелось бы спросить, вот комбикормовая установка 20 тонн в час. Насколько она загружена, Алексей Васильевич? Ну, это максимально допустимое значение до 20 тонн в час. Ну, в принципе, она сейчас загружена по 12-13 тонн в час, она спокойно вырабатывает необходимое количество комбикорма, которое, в принципе, нам сейчас необходимо для наших деятельностей. Зерно довальческое или вы его закупаете? Мы работаем и по схемам закупки, и по схемам довальческого зерна. То есть, для нас это неважно. Если нам пайщики привозят свое зерно, мы, соответственно, делаем, производим непосредственно комбикорм из довальческого сырья. А если закупаете, то вы продаете на сторону? Ну, в принципе, по условиям законодательства нашего, мы 30-30% можем продавать до использования не только членопальщиков, но и как на другие потребители. А вот у вас основной штат работников – это механизаторы. Сколько хозяйств пользуются услугами механизаторов? Ну, в основном мы стараемся охватить всех пайщиков, но, опять же, исходя из территориальной расположенности нашего кооператива, стараемся охватить всех наших пайщиков, которые находятся в Точнокопском районе. А какие услуги механизаторов наиболее востребованы у пайщиков? Ну, я уже говорил об этом, что кооперативы доставляют услуги по доставке кормовым столам, это непосредственно на фермах. То есть, также чистка ферм, для этого у нас есть специально приобретенная техника, это погрузчики, это мини-погрузчики, телескопические погрузчики, которые были нами приобретены, и, соответственно, автоматизируют весь этот процесс. Вот в прошлый раз, когда мы здесь встречались три года назад, была проблема, как вы помните, регионализации. Сейчас этой проблемы, как я понимаю, нет. Что изменилось для кооператива? Для вас удобнее стало работать с расширением географии? Ну, я думаю, это для всех стало удобно работать, не только для кооператива, и в основном для переработчиков основная была проблема в этом. Да, это, конечно, удобно. На данное период времени это очень удобно. Какую часть продукции вы, готовой продукции, уже отправляете в дальние регионы? Вот вы назвали Москву, в частности. Ну, в основном, кооператив отправляет и реализует продукцию, это после убоя туши-полутуши. То есть, у нас разделка не так востребована продукцией. Но, если есть заявки, допустим, мы также передаем на переработку своей продукции, и в дальнейшем уже происходит реализация в виде переработанного сырья. То есть, присутствуют разные схемы. То, что выгодно кооперативу, соответственно, выгодно и всем остальным пайщикам. Еще хочу заметить, что задача цели кооператива – это не наличие прибыли, там, сверхприбыли. Это, в первую очередь, полность пайщикам, которые непосредственно повышают свою рентабельность. Вот пайщик зарабатывает на этом, потому что ему предоставляются дешевые услуги. Вот это самое главное, от чего пайщик получает выгоды. Член кооператива, который состоит, и, соответственно, может спокойно ориентироваться на эти цены, быть в конъюнтуре рынка, который сейчас складывается. Алексей Васильевич, скажите, а услуги по привозу скота, по заготовке кормов вы оказываете и на сторону тоже, не членам кооператива? Ну, в первую очередь, мы обеспечиваем своих членов кооператива. Если у нас есть на это время средства, то, соответственно, мы готовы и в дальнейшем оказывать услуги. Насколько дешевле платят за услуги члены кооператива по сравнению с КФХ и УПХ, которые к вам обращаются просто за разовыми услугами? Ну, давайте начнем с того, что если на данный момент просто в качестве примера, пускай же тот тюк соломы стоит 400-500 рублей, да, на данный момент, то себестоимость проведенной продукции в кооперативе 280-300 рублей. Соответственно, если еще там плюс 10%, то 330 рублей получают пащи готовые. То есть практически все услуги вы оказываете по себестоимости, плюс вот эта небольшая вентабельность? Все у нас получается в рамках 10-15%. Вы сказали, что закупаете мясо по цене выше рыночной. Ну, по крайней мере, стараемся, потому что, сами понимаете, что мясный рынок, он очень специфичный, и цена на реализацию продукции иногда не соответствует, произведенная же готовая продукция не соответствует по закупке, по цене закупки. Соответственно, приходится лавировать и немножко быть в рынке, и не то, что немножко, а постоянно быть в рынке. Сейчас какая цена закупки? Ну, по-моему, на живой скот, он окрыбится от 105 до 170 рублей, ну, некогда до 190. В зависимости от произведенного края. Цена зависит от породы скота? Да, конечно, зависит, напрямую зависит. Вот это у нас порода скота. Помогаете находить племенной скот для пайщиков? Ну, у нас, как таковой в нашей кооперативе задач не стоит насчет заготовки племенного скота. Этим занимаются другие наши партнеры, так скажем. Есть такой кооператив «Развилкино». Это не то, что племенной скот, а вообще телят, молодняк, которые также, они окажут услуги, и этим наши пайщики пользуются. В том числе и наши пайщики пользуются. То есть это как-то, это направление мы не сильно охватываем. Скажите, когда фермер вступает в кооператив, берет ли он на себя обязанность сдавать скот только вам? Ну, насколько я знаю, в рамках сегодняшних реалий и сегодняшнего законодательства очень многие хотят попасть в кооператив и, соответственно, подписывают соглашение с Министерством средского хозяйства о получении гранта для дальнейшего развития, на развитие своей фермы. Это прописано в соглашении в настоящее время. Все сдавать в кооператив. Да. Но, опять же, я понимаю, что Министерство таким образом хочет развить кооперативное движение, но насколько это выгодно непосредственно фермерам, это уже другой вопрос, это у них надо спросить. В нашем случае у нас есть согласие, есть взаимопонимание и с членами кооператива, и с нашими фермерами. Когда мы встречались первый раз, мы только начинали работать с кооперативом «Восход», было очень много вопросов, очень много непонятностей, как оно будет дальше, из чего это все будет состоять. Но даже на тот год, когда мы провели уборку, мы посчитали, вернее, не уборку, а заготовку соломы, мы посчитали, и мы пришли к выводу, что для нас это очень выгодно. Проработав три года уже, да, сейчас мы видим, что, наверное, на данный момент без нашего кооператива мы уже не обойдемся. Потому что очень легко работать. В каком плане? Мы вступили членами кооператива в 2019 году. Та техника, которая у нас была на тот момент, она вошла паевым взносом. Но та техника, которая была, она никак не могла оправдать тех потребностей, в которых мы нуждались. И то есть нам приходилось нанимать технику со стороны, нам приходилось переплачивать, ну вы сами понимаете, что это если частник, то он, понятно, хочет заработать. Кооператив, войдя, как говорится, своей техникой, да, это облегчило нам очень сильно нашу работу. То есть у меня на ферме, которая, вернее, на площадке, на которой мы сегодня будем, вы увидите, работает вся техника кооператива. То есть начиная от кормления и заканчивая чисткой навоза, вывозом навоза, заготовки соломы, здесь полностью задействована техника кооператива «Восход». Честно скажу, это очень удобно. И подводя сейчас итоги нашего, как говорится, взаимодействия, мы видим, что мы экономим очень много. Очень много почему? Потому что, во-первых, мы видим, что у нас увеличивается с этим всем возможность, как говорится, содержания скота, оборота скота. Если, допустим, в 2019 году мы реализовали всего 8300 голов на убой, то за 2011 год мы реализовали порядка 11 тысяч. И сейчас стоит вопрос о том, что дальнейшее развитие и дальнейшее расширение, наверное, все-таки целесообразно, и мы видим перспективу в этом всем. Наше хозяйство начало как животноводческая работа с 2017 года. Значит, и на данный момент у нас на площадке агропарка находится 4000 поголовья крупного роготого скота разных полувозрастных групп, разных пород, потому что останавливаться чисто на мясном, конечно, хотелось бы, но не получается. Приходится закупать и породы мясного скота, но чисто для откорма его на убой. Также в ходе проведения нашей деятельности мы полностью выполняем все плановые ветеринарно-санитарные мероприятия. То есть поголовье наше полностью мы исследуем. Во-первых, при покупке скота мы проводим карантинирование данного поголовья и в дальнейшем все плановые вакцинации, исследования и так далее. Значит, в 2020 году агропарк Развильное получал субсидии в размере, вернее, на возмещение части затрат производства мясного КРС, реализуемого на перерабатывающие предприятия Ростовской области. Данная поддержка, честно, позволила нам снизить часть затрат на 2%, что, в принципе, позволило нам прийти к тому, что себестоимость была 100 рублей за килограмм живого веса. Значит, по поводу, как вот Алексей Васильевич уже говорил, мы работаем в плотном взаимодействии. Вся техника, которая приобретена восходом, она у нас задействована. И я думаю, что как бы на данный момент сейчас очень интересен вопрос в утилизации навоза. как вы все знаете, да? Буквально на днях было принято решение, подписанное Мишустиным, что чуть-чуть для нас, производителей, как говорится, животноводов послабили, конечно, но пришел вопрос в том, что навоз нельзя разбрасывать просто как он есть, его нужно перерабатывать. Вот на данном этапе мы сейчас и сегодня вы увидите, агропарк Развильная идет вперед, старается, как говорится, не отставать от передовых технологий. Мы вам продемонстрируем установку, которую мы приобрели и сейчас будем запускать для переработки нашего навоза. Также, что еще хочется сказать. Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество и дальнейшее развитие кооператива «Восход», потому что, ну, как я уже сказал, да, без него сейчас, я думаю, что нам будет очень тяжело. Могу это даже подтвердить тем, что, как Алексей Васильевич рассказывал, за комбикормовую установку, которую приобрели, да, и которая может выдавать 20 тонн в час, я скажу так, мое предприятие за день потребляет не менее 32 тонн комбикорма. Поэтому, как бы, и опять же, посчитав все затраты, мы раньше мололи наш комбикорм электрическими ружками польского производства, дозами. Она давала максимум 2,5 тонны производительности в час, а с учетом того, что перегрузка из этого, из этой мельницы в транспортное средство, которое доставляет именно до кормового стола, это занимало еще больше времени. А сейчас, как бы, мы полностью успеваем намолоть, накормить наших животноводцев, вернее, наших животных. И по затратам, опять же, мы посчитали, где-то порядка 20 процентов нам обходится это сейчас дешевле. Так что мы надеемся и хочется пожелать восходу дальнейшего процветания, дальнейшего развития. И мы будем с вами, мы будем вместе. Спасибо, Алексей Степанович. Есть ли вопросы в зале? Нет. Тогда я буду спрашивать. Алексей Степанович, при создании кооператива развильная тоже вкладывала деньги? Конечно, мы вошли как пайщики. У нас техника, которая у нас была, она вошла паевым взносом в кооператив. То есть, ну, у нас были там трактора МТЗ на тот момент, то есть они не выполняли тех функций, которые на данный момент нужны. Но они вошли туда, все равно они используются и для нас, и куда-то, допустим, в других мероприятиях. И для других членов кооператива. Кроме техники, деньги вкладывали еще какие-то? Эти деньги вам вернулись? Или если нет, то когда вернутся? Вернулись. Они возвращаются по итогу каждого года, то есть как бы дивиденды, то, что зарабатывает кооператив, частично возвращается назад в агрофар. Но если рассматривать вступление в кооператив как коммерческую такую инвестицию, эта инвестиция оправдала себя уже? Нет, пока еще полностью не оправдала, но мы не останавливаемся, мы идем дальше. И надеюсь, что год-два и мы не то, что оправдаем, мы на этом еще что-то и заработаем. Так, в зале вопросы. Алексей Степанович, вот вы сказали, что 11 тысяч голов отправлено на убой, да? Да. А 4 тысячи на откорме. Сколько времени длится откорм? Тут получается, что, или я неправильно посчитал, 3 месяца длится откорм? Нет, вы все правильно считаете. Просто-напросто мы не всегда закупаем молодняк. Мы часть закупаем молодняка с 6 месяцев, а часть мы закупаем уже, допустим, вес там 300-400 килограмм, то есть 3 месяца мы его доводим до кондиции и сдаем на убой. Поэтому вы правильно считаете. Ясно. А какой убойный вес для вас оптимальный? Оптимальный, значит, от 550 до 600 килограмм. Ясно. А вот навоз вы упомянули, куда вы его деваете? У вас же своей земли нет, я так понимаю. Ну, как бы у нас есть земля у пайщиков и наших, поэтому опять же в связи с тем, что мы все входим в кооператив, поэтому наш навоз, который мы вырабатываем, как говорится, восход помогает, его и также вносим на поля наших пайщиков. Вы продаете его при этом? Нет. Бесплатно? Бесплатно. Пока бесплатно. Здравствуйте. Жилин Александр, Октябрьский район. Подскажите, пожалуйста, вот вы говорите, вы зерно закупаете, а вы зерно закупаете, а потом его отдаете в кооператив, чтобы вам произвели комбикорм, или вы покупаете комбикорм, ну, не покупаете, или каким образом вы получаете комбикорм от кооператива? И зачем вы тогда покупаете зерно? Я вам скажу, мы закупаем зерно сами, а кооператив нам оказывает услуги по помолу и изготовлению комбикорма, и мы платим только за вот этот помол, и нам это очень выгодно и интересно. А, я понял. То есть кооператив не занимается закупкой зерна? Нет. Для нашего предприятия нет. Мы сами закупаем, складываем склад, а потом кооператив оказывает вот услуги по помолу. Понятно. А вы покупаете только зерно или там какие-то добавки, там витамины. Это кооператив добавляет. Так как мы являемся одним из поставщиков говяди, ну, живого скота на торговый дом Экомястром, а он является поставщиком мяса на комбинаты детского питания, говяди. Поэтому мы у себя не используем никаких добавок. Единственное, мы добавляем только микро-макроэлементы и витамины в корма. Я не с ней говорю, да. Это добавляем. А в основном наш рацион состоит пшеница, кукуруза, ячмень, горох и жмых. Больше ничего. Поэтому у нас в очень насильном контроле на том же Даноне проверяется мясо на содержание антибиотиков, всего-всего. Поэтому мы не хотим потерять, вернее, подвести нашего, как говорится, переработчика. То есть я правильно понял. Вы все ингредиенты отдали в кооператив, а кооператив отдал вам уже готовые граммы, которые вы развили. Да, да. Животноводством мы занимаемся давно. Это мои друзья, это многочисленные члены моего семейства, так сказать. Но настоящий импульс, конечно, развития животноводства получила после начала распределения через Министерство сельского хозяйства грантов на поддержание индивидуальных предпринимателей. Не побоюсь этого слова, конечно, это продвинулось сразу вперед. Именно наше село двинулось именно благодаря этой поддержке. У нас и я, и брат, и отец, и многие друзья получили эту грантовую поддержку и развили достаточно успешно свое производство. С 2012 года мы активно участвуем в этих программах во множественных. Но с определенного момента стал вопрос о реализации, о продвижении, так сказать, своего продукта дальше. И инициативная группа, которая также состояла из моих друзей и родственников, в 2013 году мы создали первый кооператив, назвали его «Песчанокопская Агроснат». И в 2014 году уже мы пошли за первой поддержкой. Достаточно небольшой, нам показалось, что все это легко и радужно. Мы, так сказать, съездили, посмотрели в алгорад на производственную площадку «Мелама», увидели там модульную бойню, послушали, как это все происходит. И нам так это все понравилось, и мы так в это все поверили, что это так все легко и быстро, что мы привезли, подсоединили и вперед. На самом деле, да, модульная бойня, это, конечно, все очень быстро, все легко. Но не так все легко. Оказалось, что к ней нужны дисбарьеры, территория, базы предварительного содержания. Это все дополнительно. Так что я хочу сказать тем, кто собирается в это сейчас вступить, что нужно все-таки подумать и спросить у нас. А мы расскажем, что если бы нам вернуть немножечко назад, может быть, мы не пошли бы тем путем, которым пошли. Может быть, надо было сконцентрироваться на чем-то другом. Ну и в любом случае модульная, ну это совсем, ну по-нашему. Я никак не говорю, если какие у каждого свои планы. Но сейчас, оборачиваясь назад, конечно, нужно начинать сразу немножечко серьезнее, немножечко обширнее. Потому что все, что модульное, оно все немножко неудобно, немножко маленькое. Но, тем не менее, начало было положено. Мы двинулись, скрипя и немножко спотыкаясь. Но в 16-м, 17-м, 18-м годах мы также обратились в министерство. И оно нам не отказало. И вот в этот момент мы достаточно серьезно модернизировались. Мы приобрели технику, мы приобрели оборудование, мы приобрели погрузчики, мы приобрели автомобили. И это уже, как бы, сразу двинуло нас, конечно, на совсем другой уровень. Тут, если посмотреть по нашим показателям, то, если, например, в 2016-м году, это первый год отчетный, мы заготавливали 60 тонн, то в этом году за всего лишь 9 месяцев уже 860 тонн на данный момент уже забито и реализовано кооперативом. Как вы понимаете, это большой, значительный скачок в развитии кооперации. Но, так сказать, с забоем у нас более-менее все нормализовалось. Мы сейчас бьем, везем не только на Ростовскую область, сейчас уже работаем на Краснодарский край, на Ставропольский край, на мелкооптовые базы, на перерабатывающие предприятия, в первую очередь, конечно, Ростовской области, ну и других регионов. Но с определенного момента стала закрадываться мысль, что надо как-то немножечко усугубиться в, так сказать, реализацию своего мяса. И, ну, можно сказать, тем же составом в 2018 году у нас был учрежден, ну, в смысле, инициативной группой, состав инициативной группы был учрежден еще один кооператив, его назвали Южный мясной дом. И в этом году мы попросили у Минсельхоза денег именно на продвижение более, так сказать, углубленной реализации. И Минсельхоз пошел к нам навстречу. В этом году, вот буквально на той неделе, мы сдали уже документы на приобретение двух помещений в Ростове. Одно под магазин, одно под мелкооптовую базу. Сейчас приступим к ремонту. Дело в том, что у нас был уже опыт продаж розничных, поэтому мы считаем, что это все-таки повысит наша конкурентноспособность на рынке. Ну, как говорится, не теряя надежды, движемся вперед. Слушай, вопрос все. Игорь Алексеевич. Включилось. Друзья, какие вопросы к Игорю Алексеевичу? Здесь ведь другая совсем схема, можно сказать, и здесь от корма до реализации линейка выстраивается. А какой объем вы планируете реализовать продукции через свою сеть? Ну, половину того, что мы сейчас реализовываем, точно. Погода у нас будет тысяча тонн где-то, да. Но при... Нет, но я хочу уже сказать, что это же не все будет в розницу. Там-то и мелкооптовая у нас база. А это как бы очень-очень повышает наши шансы, потому что многие покупатели наши, нынешние, но они, как мы все знаем, что традиционно закупаются перед выходными. Это в четверг все закупились, к понедельнику распродались. Все, вторник-среду посчитали, опять начинается. Но дело в том, что в особо хорошие, так сказать, выходные дни и предпраздничные покупатель не всегда может оценить точно, сколько, какой объем ему нужно на свой магазин или на свое перерабатывающее предприятие или на то же кафе взять мясо, сколько его съедят. А ввиду того, что говядина, она теряет вид товарного очень быстро, то все берут с гарантии продажи. Если он может продать три туши, допустим, то он возьмет две с половиной и все, чтобы в понедельнику ничего не осталось. А имея в центре Ростова мелкооптовую базу, мы уже как бы повысим продаваемость, потому что магазин в субботу хорошо расторговался, у него воскресенье еще целое. Он приехал, у нас еще тушу добрал. И нам хорошо, и ему приятно. Игорь Алексеевич, вот у вас есть свое маточное стадо. Вот в агропарке развильное, его нет, они ориентируются на покупку уже подрощенного поголовья. А вот вы видите достоинства какие-то в том, чтобы иметь свое маточное стадо? Это стадо мясного, я именно сказал. Это мясное, да, это рекорды, да. Мы видим. И вот этот год явно показал перекос в сторону того, что у нас сейчас очень много появилось от кормочных площадок, очень много желающих приобрести этих телят. И цена на них покатилась, ну, не соизмерима с прошлым годом. Ну, сейчас, ну, 200-килограммовый бычок стоит в среднем 50 тысяч. Это поместный калмыцкий скот, не говоря уже о чистопородном. И поэтому стадо мое маточное в этом году дало рентабельность на уровне от корма. И в эту сторону однозначно нужно двигаться. Во-первых. Во-вторых, все производители именно чистопородного и хорошего поместного скота, но они тоже начинают сейчас отстраивать свои площадки. И купить достойный скот становится очень дорого. Очень дорого. А свой, он, если бестоимость у него как была, так и осталась. А много у вас мясных коров и в какой степени они удовлетворяют потребности кооператива в молодняке? На данный момент у нас 200 голов маточного поголовья. Они ни в коей мере не удовлетворяют потребности даже нас как производителей, даже нас как откормочников, не говоря уже о потребности кооператива или еще чего-то. Это как бы совсем мало, но мы... Будете расти. Будем расти, будем расти, да. Но тут же весь вопрос в нашем регионе упирается в землю, упирается в пастбище, упирается... Держать коров на откорме, ну, никто себе такого позволить не может. А пастбище, они с каждым годом сужаются, сужаются, распахиваются. Поэтому, как бы, одного желания здесь мало. Здесь нужно соизмерять, сколько пастбища могут выдержать, какую нагрузку. Можно ли сказать, что вот при такой ситуации есть смысл востоку области заниматься именно маточным поголовьем хорошего скота, чем откормом? Допустим, раз спрос такой большой. Я думаю, одно другому не мешает, да. Как бы, если у хозяйства есть возможность и держать и маточное поголовье, и откамеровать, то почему бы нет? Но каждая дает свою рентабельность и свою прибавку в цене. Ну, если по данному году такую рентабельность показала маточное поголовье, то, может, востоку и нужно посмотреть, зачем деньги тратить на обустройство этих откормочников, которых уже сейчас перенасыщение. Еще швести потом это мясо. Да. Лучше, может быть, эти деньги вложить в перезимовку маточного поголовья. И рентабельность телят в этом году, я хочу сказать, что да. Игорь Алексеевич, еще такой технический вопрос. Вот Алексей Васильевич, выступая, сказал, сколько членов кооператива и кто чем занимается. Вы могли бы... У нас на данный момент в Песчанокопско-Граснабии 134 члена кооператива. Ну, Южный мясной дом он только организовался, в нем сейчас 11 человек, да. Ну, я хочу сказать, что количество членов кооператива не показатель как бы ничего. Он не характеризует ничто. Может быть, вот как у Востока, у них 11 или сколько-то членов, и они 11 тысяч дали поголовья. А может быть... Так что... Вот эти 134, это все кто? Фермеры, МПХ? Дело в том, что даже любое... Есть и личное подсобное хозяйство, есть фермеры, есть юридические лица. У нас очень, так сказать, большой разброс по объемам и по оборотам членов кооператива. Вот они чем занимаются конкретно? Ну, личное подсобное хозяйство, у него есть 5 коров, 5 бычков. Он является нашим членом. Все у нас производители мяса практически, все наши члены кооператива, все производители мяса, но в разных объемах. То есть выращивают бычков? Да, 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 да. Скажите, пожалуйста, тип кормления, какой вы применяете? Вы занимаетесь заготовкой силоса, сеножа или также концентратной? Нет, концентратной. Спасибо. Игорь Алексеевич, еще вот можете сравнить, чтобы яснее было, теленок купленный на стороне и теленок полученный от своей коровы, разница в деньгах. Ну, в этом году где-то рентабельность стада, как показала, 50%. Если посчитать, по 215 рублей, которую мы сейчас платим за килограмм живого места, за теленка, приобретенного на стороне, и посчитать, что наш отбойный вес будет где-то 230-250 килограмм, хотя купить мы же стараемся поменьше, а своих мы держим до того момента, пока стадо не становится уже на зимовку, пока, как говорится, снег им на спину не стал падать. И они до этого момента сосут молоко. Понятно, что они крепче, они здоровее, и они более уже подготовлены к зимовке и к откорму. Здравствуйте. Мы очень молодой кооператив. Кооператив нам чуть больше двух лет. Вот сегодня 10 число. Значит, 4 дня назад нам было ровно 2 года. 6 ноября мы зарегистрировались в 2020 году. На данный момент у нас 16 членов. Из них один ИП глава КФХ, все остальные личные подсобные хозяйства. Значит, развивались мы. Мы единственный кооператив в своем районе, в Каменском. Что можно сказать? От Шах до Миллерово больше никого нет. Развивались тяжело. Все шло со скрипом. Основная проблема была собрать людей в кучу. Начать. Ну, так вот по друзьям и знакомым начали. Вроде как более как опытные товарищи уже тут все рассказали о своей работе. Ну и получается, что мы пользуемся всеми теми же преимуществами, чем пользуются они. То есть, когда у двух соседей колхозников, у одного трактора, у другого косилка, ну, это ничего нету ни у кого из кормов. А когда они вступили в кооператив со своим имуществом, то у них уже на двоих есть полностью оборудование для сенокоса. Вот. В первый год своей работы кооперативной мы в Питером, ну, вот инициативная группа, обратились в Министерство сельского хозяйства за получением господдержки. Надо отдать должное государству, которое, ну, не знаю, для таких, как мы, сделало все, чтобы мы ее получили. То есть, мы попали первоначально к Кириллу Игоревичу. Кирилл Игоревич нам направил к Сергею Викторовичу. Ну, и уже в тесном взаимодействии с отделом и специалистами Сергея Викторовича мы получили поддержку, за что огромное вам спасибо всем от начала и до конца. Без вас мы бы не справились, честное слово. Это, ну, тяжело людям, которые никогда с этим не сталкивались, и оформиться, и, ну, вообще даже морально тяжело решиться на обращение к государству за деньгами. Эффектом этого стало, как сказать, взрывное увеличение желающих вступить в кооператив. Если в кооперативе в первый год не было практически ничего, и люди, знаете, как по итогам этого первого года работы увидели, что можно купить катку солому не за 600 рублей, как у нас, большую, с подпера, там, 145-го, а себестоимость ее, заготовленная в кооперативе, равняется 100 рублям. И все. Этого стало достаточно, чтобы все соседи, которые держат там от одной коровы до 10-15, захотели вступить к нам в кооператив, потому что основные затраты, на наш взгляд, личные подсобные хозяйства несут именно на заготовку и хранение кормов. Если этот вопрос им помочь решить, то рентабельность их производства увеличивается значительно, поскольку труд, ну, он у них собственный, без наемного, ну, а, как я сказал, по затратам основного, это именно корма, потому что почти все работают с маточным поголовьем, кто-то докупает телят вторым теленком под корову, вот, под молоко на отпой. Ну, все. Так что сейчас наша основная проблема в том, что к нам пока не хотят идти крупные индивидуальные предприниматели, юридические лица, потому что мы маленький кооператив, а отчастников, ну, нам, наверное, надо в этом году, мы будем вводить с 20-го года какой-то уже конкурсный отбор, потому что в этом году, опять же, пользуясь поддержкой, мы купили уже большой пресс, купили на свой трактор универсальный погрузчик, капновоз, и в этом году нам катка соломы обошлась еще, как говорится, дешевле. Ну, про сено уже не говорю. Соответственно, ну, вот, как сказать, ну, если обобщить, тяжело было людям поверить, что это возможно, как только люди убедились, что государство реально помогает, и от этой помощи не кому-то абстрактному, а им в карман что-то реальное падает, все, все вопросы это вот решают. Как только человек реально почувствует, что он что-то получил, все, так что теперь у нас проблем с членами нет. Будем расти, да, как-то вот развиваться. Сергей Сергеевич, напомните еще раз, сколько членов кооператива? 16. 16. Из них КФХ есть? Один. Один. В этом году принятый дан ИП глава КФХ, грантовик, обратился к нам с просьбой принять его в КФХ. Значит, мы специализируемся, ну, видим свое дальнейшее развитие, как кооператива, как вот и кооператив «Восход», значит, именно в производстве кормов. Мы планируем в следующем году, если у нас все получится хорошо, купить силосователь себе, вот, и попробовать, вот, закрыть потребности своих членов во влажных зеленых кормах с помощью силоса. Почему-то мы не сильно рассматривали комбикорм, как основу корма, ну, не знаю, может быть, это из-за недостатка образования в данном вопросе. Нам кажется, что силос мог бы закрыть наши проблемы. У нас большая проблема участников – мало земли, как пахотной для выращивания там зерна или получения зерна от того человека, который ее обрабатывает, так и пастбищной. Думали, как решить эту проблему, потому что увеличение поголовья невозможно без увеличения кормовой базы. И оказалось, что, ну, силос, нам кажется, может спасти нас, по крайней мере, наш район, потому что с гектара убранной площади только силос даст больше всего кормовых продукций, там, килограмм, тонн, там, грубо говоря, силос, да. Кукурузный силос, да. Ну, вот так вот, так что, что еще сказать? Задавайте вопросы, вроде как… Да, есть еще один вопрос уточняющий. Вы сказали, КФХ «Грантовик», а что за грант был получен как давно? Это агро-стартап, который еще вас покажет? Девушка Марина Николаевна, значит, у нее грант на животноводство «Мясное». Вот, она в этом году через кооператив реализовала первые 6 тонн своей продукции КРС в Живом Весте Бек и Садкорма. Значит, кооператив помог с доставкой, со всеми вопросами по дальнейшей реализации. Ну, она осталась довольна, мы тоже. Вы как кооператив от этого гранта получили какую-то помощь? Нет, нет. Потому что есть же еще агро-стартап. Есть агро-стартап. Один из наших членов в следующем году, значит, планирует тоже претендовать на грант агро-стартап. Сейчас мы его всем кооперативам готовим усиленно. Ну, как бы это смешно не звучало, пойдет один, а поможет всем. Вот, так и есть. Вопросы в зале есть? Да, отлично. Сейчас подскажите, члены кооператива только мясным занимаются или молочным? Только мясным. У нас есть один парень, он входил в инициативную группу, когда мы кооператив организовали. У него было молочное животноводство. Ну, как молочное. Четыре коровы он доил и вывозил молоко на рынок, продавал там сыр, масло. Сейчас никто ничего не доит, потому что кооператив требует очень много времени для работы. Мы работаем хоть и второй день, но мы, честно сказать, работаем ежедневно. У нас не получается так, что мы вчера заготовили какие-то операции, выполнили, а сегодня кооператив ничего не делает. Нам приходится все время что-то делать, строить, налаживать, отлаживать, с кем-то встречаться, разговаривать, договариваться. Так что нет у него уже времени доить. Телята сами доят мамок. Мясное направление. Мясное направление, да. А есть какой-то порог для входа в кооператив у вас? Какие условия? Никакого нет. Мы, знаете, как единственное условие, вы должны реально хотеть заниматься тем делом, которым занимается кооператив. Вы должны разделять наши интересы и устремления. Все. Будьте фанатиком, попадете к нам в кооператив. Ну, можно так сказать. Вы сказали, что будет порог какой-то вводить. Порог какой-то. Значит, у нас, ну, порог, знаете как, скорее всего, это будет порог именно как отборочный срок на работе. Нам надо будет посмотреть на человека. Желаю всех сейчас гораздо больше вступить в кооператив, чем нам нужно. Потому что работаем с государством, получая субсидии от государства, есть важный показатель, как количество членов, которые нам необходимо, подписывая разные соглашения, выполнять. И есть такой нюанс, можно в этом году набрать членов больше, чем нужно для этого года. Они вроде как все необходимы, но подписывая соглашение в следующем году, ты уже будешь плясать от этой суммы. Они не пойдут в зачет на следующий год, люди принятые в этом. Если я должен принять там три человека, то приняв шесть, я должен буду принять еще в следующем году три к этим шести. Поэтому никаких нету. Будет единственный отбор, будет мы хотим, знаете как, потому что мы маленький кооператив. И мы представляем почти жителей одного населенного пункта. Мы все друг друга знаем. Мы себя сейчас отбираем к себе в ряды именно единомышленников. То есть приходится много работать, все находится только в организационном состоянии, в начинающем. Нужно техники много еще, много вкладывать. И если вы разделяете наши интересы, мы принем вас.